МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тревожная кнопка нажата. В эфире ОНТ еженедельный итоговый выпуск криминальных новостей и чрезвычайных происшествий. В студии Сергей Лопаницын. Здравствуйте. И сегодня покажем. Гомельский хоррор на зависть самому Хичкоку. В одной из квартир по стенам начнет течь сосед. Кровь текла вот отсюда с двух сторон. Вместо хайпа и лайков наручники и автозак. Булеры на школьной скамье. Блин. Ошибки взрослых ценой жизни детей. Трагические решения. И сына, и внуков. Тут ужасно. А также самый непредсказуемый и опасный обзор программы. От резонансной аварии с 15 пострадавшими до тарана трамвая. Таксисты за 300. Сколько серых денег влезает в один конверт. Наследие Соньки Золотой Ручки. И кто такие солдаты оперской удачи? Больше 100 лет на страже закона. Мы начинаем. Как в фильме ужасов. По стенам течет кровь, а едкий трупный запах просто сводит с ума. Леденящий душу хоррор из Гомеля, где жительница одной из многоэтажек обнаружила у себя в квартире лужи из биологических жидкостей своего же соседа. Внимание! Кадры, которые мы покажем вам дальше, не для слабонервных. Кровь, да, текла вот отсюда, с двух сторон. Вот так вот. Здесь была лужа. Эта женщина ранним утром, как обычно, собиралась на работу. Как вдруг в ее квартире словно ожили сцены из хоррора-кинематографа. Сначала на полу появились лужи бордового цвета. Затем такого же цвета густая жидкость стремительно потекла с потолка по стенам. Сначала думали, что затопило. Потом эта жидкость стала сопровождаться ужасным невыносимым запахом. От этого мы сделали предположение, что что-то случилось. Вызвали милицию, МЧС. Все оказалось хуже некуда. Квартиру топило кровью с примесями останков человеческого тела. Этажом выше милиционера обнаужат умершего мужчину. Он пролежит больше недели. Тело начнет разлагаться. Несколько дней через отверстие в полу. Сукровица стекала на первый этаж. Я знаю, что тут жил Геннадий. А большая фамилия его. Знаю, что в разводной жил один. Когда-то жена его мать умерла, и он один остался. Ездил на работу на велосипеде. Смерть предварительно не криминальная. Известно, что родственников у мужчины не осталось. Мало что осталось и от него самого. Когда наша съемочная группа приехала к Наталье, находиться в квартире было просто невозможно. К счастью, камера не передает запах. Сколько ни мыли, не помогало. Кухонную арку декоративной камени вовсе пришлось демонтировать. Настолько все пропиталось останками соседа за эти дни. Поднять полы, в первую очередь, потому что там тряпки я постелила, чтобы оно не текло дальше в мою квартиру. Поднимать полы и дальше что-то делать обеззараживание. После произошедшего силами ЖУ была произведена санитарная обработка мест общего пользования, это подъезда и самой квартиры. В рамках, конечно, нашей компетенции и наших возможностей. Не самую благородную работу на себя взяли местные коммунальщики. Такие из ряда вон случаи не всегда вхожи в их компетенцию. Но оставить весь подъезд в состоянии содрогания еще хуже. Обработали квартиру дезраствором, помыли и оставили на проветривание. Дверь в квартиру закрыта и опечатана на сегодняшний момент. Эту дез-процедуру они повторяют раз в несколько дней. И чтобы окончательно решить вопрос, рекомендуют. Если жильцы пожелают с нежерасположенной квартирой провести более тщательную и более серьезную обработку, им следует обратиться в санэпидемстанцию. Когда этот материал готовился к эфиру, с нами неожиданно связалась Наталья. Она отказалась от публичной съемки, дала согласие лишь на разговор со спины в начале и поблагодарила нас в конце. Впервые за несколько недель в своей собственной квартире она снова смогла начать дышать без отвращения. Крайне редко в криминальных сводках идут факты умышленного поджога. Хотя и такое тоже встречается. Ради мести ли? Наживы ради? Или чтобы замести следы? Максимальный процент пожаров по статистике – фактор человеческого безрассудства. Лидирует курение в состоянии алкогольного опьянения. Потеря контроля, непотушенный окурок, 6-8 минут – смерть. Вот так всего лишь в несколько слов умещается большая трагедия. Но страшно другое. Из-за беспечности взрослых погибают дети. Огонь вспыхнет в одной из столичных многоэтажек. Квартира на пятом этаже принадлежит семейной паре с двумя детьми. Мальчишке 5 лет, малышке 3 месяца. В смертельной ловушке окажутся трое. Говорят, утром ругались. Ругань какая-то там постоянно. У них там старшего забирала служба опеки. Она вот забеременела и родила. Им тогда отдали этого старшего. Вот что получилось. Лучше бы не отдавали. Мать оставит детей на мужа и уйдет по личным делам, которые спасут жизнь ей. Шансы не окажется ни у супруга, ни у сына. На кухне спасатели обнаружат мужчину и старшего ребенка. В соседней комнате – маленькую девочку. Они все черные оттуда. У младенцев то на руках мы носили, у мягких носилках у этих. Наверное, отца, кстати, его носили. Его тут подкачивали вчера минут 40. Младенцев с порой. Они задохнулись сразу же. А я, я думаю, не было. Где она была? Чуть позже выяснится. В момент пожара мать находилась в этом же подъезде у соседей. В санузле почувствовала запах гари и увидела дым. Так и узнала о вспыхнувшей трагедии. Она шла своим ходом, капюшон накинутый. Ну, черная, правда. Ну, тут и по площадкам же дым шел. Точную причину возгорания позже назовут следователи. Версия предварительная – неосторожное обращение с огнем при курении. Он курит, курил, но когда вот дети маленькие, он никогда в жизни, в кровати, никогда в жизни не был такой. Он всегда на кухне курил. Трехмесячная девочка в реанимации. Ожогов у ребенка нет, но состояние тяжелое. У него термоэнгаляционная травма. Он наглотался, надышался один. Работают с ним как наши специалисты, так и специалисты третьей детской больницы. И ребенок будет переведен в третью детскую больницу. Мамы – состояние средней тяжести. Мама пока тоже находится в реанимации. Но она стабильна, и ее жизни ничего не угрожает. Не знаю, не знаю, это пережит падающих. Ужасно. Жертвой пламени мог стать ребенок и в Заславле. Огненная беда здесь придет в один из домов, которые делили между собой два хозяина. Такой стресс, что я не могу. У меня вот слезы накатываются. Ну, просто ремонт только сделали. У меня младший брат еще есть, 6 лет. Вот ему сейчас вот комнату сделали. И я старший брат еще. И вот они спали здесь. И эта слепмама еще там вот не пришла вовремя. Может быть, капец был. Павел – средний сын хозяйки одной половины дома. В ту трагическую ночь сам он отсутствовал. И мать была на работе. За младшим из братьев останется приглядывать старший. Как вдруг хозяин второй половины дома в прямом смысле отожжет. Она с работы. Ее тут вот высадили. Она говорит, я в улицу поднимаюсь, горит. Дым какой-то идет. Ну, думала, может, печки топят сейчас. Сейчас же такая холодрыга. И начала бежать под горку, потому что это уже второй раз. Забегает быстренько малого подняла. Старшего брата подняла. Ну, и все, и на улицу. Они тут в трусах повыскакивали. И им скорее пожарного вызвали. Стреляла, стреляла. Думали, что это. Ну, шипер, да. Петажа на новом. Потолок, короче, ну, так моментально что-то сгорел. Он вообще за секунду загорелся. Он говорит, прям вот, пах и все, и нету. Спасатели ликвидируют пожар. На пепелище найдут тело 70-летнего мужчины. Жил он, продолжают соседи от пенсии до пенсии. Весело. В компании бутылки и собутыльников. Та ночь не стала исключением. Он и пил, и курил. Пьяница, да. Он же был сидел, его посадили там. Жонку сковородкой забил свою. Предварительная причина возгорания и в этой слишком поучительной истории. В истории аналогично непотушенная сигарета. Плюс наступление холодов, которые у спасателей на особым контроле. Чтобы снизить риск возникновения пожара в вашей квартире, недостаточно просто привести его в пожаробезопасное состояние. Необходимо также и соблюдать требования и правила безопасности, а именно эксплуатировать электроприборы в соответствии с инструкциями и только под присмотром. Это же касается и детей. Необходимо не только держать их на расстоянии вытянутой руки, но и обучать их правилам безопасного поведения. Также не допускается неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении, и, конечно же, в состоянии алкогольного опьянения. В случае, если в вашем доме все-таки произошел пожар, необходимо срочно покинуть помещение, вывести всех людей оттуда, плотно закрыть дверь и позвонить спасателям по номерам 101 или 112. Детские судьбы по правилам нормы, морали и закона в руках взрослых людей. Но что делать, если сами дети без оглядки на взрослых переступают все границы, доказывая свой авторитет, свою силу, свою власть через жестокость, через боль, через максимальное унижение. Понятие буллинг от английского запугивание или травля появилось еще в 20 веке, но, к сожалению, все большую популярность стала набирать именно сейчас. В Беларуси явления нечастые, но даже отдельные факты заслуживают пристального внимания. Боулинг – это может быть какой-нибудь спортом. Напоминает слово боулинг. Боулинг – это игры. Закройте рот, б***ь, потому что я тебе могу закройнуть. Я не слышу, что… Если ты встанешь сейчас на колени, я тебя трогать, я подниму. Встань, б***ь, извини, меня бы жаловаться, потому что ничего не повторится. Никакой это ни боулинг, ни спорт, ни игры. Это травля. Жестокая и беспощадная, виртуальная или реальная, психологическая или физическая. Показательное выступление – это один из последних резонансных случаев в Беларуси – устроили учащиеся колледжи в Гродно. Цинизм несовершеннолетних шокирует. БОНО, ДАЛЬШИНЫЙ КАРТИНСРАЗОВ Он, конечно, не пытается даже себя как-то особо активно защищать. И здесь можно сделать предположение, что в отношении этого ребенка вполне возможно имеет место некая хроническая ситуация буллинга. Такие ситуации, такого жесткого психологического и физического насилия, они как бы делят жизнь на до и после. Мы можем говорить даже о формировании посттравматического стрессового расстройства, которое связано с целым рядом симптомов. Кошмарными сновидениями, навязчивыми мыслями, флэшбэками, которые вот так вот вторгаются в наше сознание, когда, в общем-то, все благополучно. В классе бурное веселье, но от таких кадров мурашки по коже. Парень закрывает лицо руками, корчится на земле, удар ногой и унизительная сцена. Все это на глазах у однокурсников и под прицелом камер телефонов. Здесь есть дети, которые непосредственно в этой ситуации не участвуют. Они сидят за столом и наблюдают за этим процессом. И у таких детей тоже может сформироваться то, что мы в психологии называем травма свидетеля. У каждого из них возникает некая мысль о том, что будет со мной, если на месте вот этого потерпевшего буду я. Эта ситуация, по большому счету, не безобидна для всех. Психолог уверена, буллинг не заканчивается в детстве. Такие случаи разрушают жизнь. Жертва замыкается в себе, становится изгоем. Или мстит, превращаясь в такого же агрессора. Самое страшное последствие – суицид или кровавый колумбайн, когда спустя годы месть и обида заставляют жертву нажать на курок. Если вовремя такую травму не отдать в руки специалистов. Буллером, кстати, по закону, вместо хайпа и лайков – наручники автозак. Данное видео подростки разместили в сети интернет, в одной из социальных сетей. Там в ходе мониторинга сотрудники милиции его и выявили. Сразу же были установлены лица, которые были изображены на данном ролике. Установлено учреждение образования, где все происходило. Следственным комитетом было принято решение о возбуждении уголовного дела. 339-я часть 2-я статьи Уголовного кодекса – наказание от 1 года до 6 лет лишения свободы. Никто не имеет права и не давал права другого человека унижать. В отношении лиц, совершивших аналогичные преступления, будет избираться мера пресечения в виде заключения под стражу. Понятно? Минуты славы грудницких бульеров, к слову, привлекались уже не единожды. Все из неблагополучных семей. Сейчас они в изоляторе. Ожидают своего звездного часа в суде. Естественно, логичный вопрос, куда смотрят взрослые – педагоги, психологи, родители. Это случай вопиющий, но он необходимо отметить, что единичный. Было организовано оказание психологической помощи тому учащемуся. Привлечена мать несовершеннолетнего, с которой также работает педагог-психолог. Проведена разъяснительная работа с педагогическим коллективом и на предмет владения именно информацией о признаках насилия и о том, как вести себя с остальными учащимися. Смотрят в одну сторону. Именно поэтому подобных примеров унизительной травли в нашей стране – единицы. И по каждому такому факту жестокости. Жесткий, но справедливый разбор. Главное, говорят и взрослые, и дети, не молчать. Буллинг не любит огласки. Буллинг – это когда гнобят человека, прямо жестко. Когда буллинг в школе, ну, обзывают там или что-нибудь такое. Буллинг – когда человеку причиняет что-то неприятное. Буллинг – это оскорбление кого-либо в интернете или в реальной жизни. Тревожная кнопка снова в эфире ОНТ. И вторую часть откроем самым непредсказуемым и опасным обзором программы. Ежедневно, выходя на улицу или садясь за руль, все мы становимся участниками дорожного движения. И если не соблюдать правила, каждый такой выход или выезд чреват страшными последствиями. В Дзержинском районе, например, пострадают сразу 15 человек. Резонансные ДТП недели. Столкнулись рейсовый автобус и погрузчик. Но это далеко не все жертвы на дороге. Этот рейс пассажиры назовут Варшава – ДТП. Ранним утром жители одной из деревень Дзержинского района разбудят страшные звуки, удар и крики людей о помощи. Я прибежала уже сюда, люди выходили с автобуса, все, конечно, были в шоке. Но когда мужа спросил, муж сказал, что он был во дворе, услышал сильный удар. Он побежал туда, все люди в автобусе кричали. Он подбежал, начал выбивать стекла, помогать людям и доставать людей. На места аварии экстренно выйдут все оперативные службы. Следственная оперативная группа восстановит момент ДТП. Рейсовый автобус «Варшава-Минск» при перестроении столкнется сначала с погрузчиком, следом с легковой машиной. Автобус от удара перевернется и улетит в кювет. В ДТП пострадали 15 человек, 7 из них госпитализированы. Остальным медицинская помощь оказывалась на месте происшествия медиками. Установлено, что в автобусе находились два водителя и 61 пассажир. Они не доедут до пункта назначения буквально километров 20. Конечной точкой маршрута для этих пассажиров станут столичные больницы. Из семи поступивших к нам пострадавших, один наиболее тяжелый пациент, у которого травма нижних конечностей, травма брюшной полости. У нескольких пациентов перегомы костей конечностей. Всем им проведено обследование. Те пациенты, которые нуждались в экстренном оперативном вмешательстве, проведенные операции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливаются, фиксируется следовая картина. Уличная камера в Могилеве зафиксирует грубые нарушения правил дорожного движения. 30-летний таксист на Фольксвагене при повороте налево не уступит дорогу 47-летнему водителю на Пежо. Машина ехала навстречу. От удара такси загорится. МЧС – скорая. В больницу увезут 46-летнюю пассажирку француза и 28-летнюю пассажирку такси. Молодую маму с младенцем. К счастью, ребенок в аварии не пострадал. А вот в Могилевском районе трагедии избежать не удалось. Возле деревни Сеньково водитель Субару не справится с управлением на закруглении дороги. Машина ушла в занос и легла на крышу. 48-летнего водителя и пассажира выкинуло на дорогу. Оба погибли. Все обстоятельства смертельной аварии устанавливаются. Выбежавший на дорогу лось станет причиной гибели еще двоих человек. В Луниницком районе на трассе М-10 49-летний водитель за рулем Киа на скорости собьет животное. Лось отлетит на встречную, прямо под колеса Ауди. Итог фатален. 56-летний водитель и 53-летняя пассажирка немца, жители Пинска, погибли на месте. У кого-то утро доброе, у кого-то нет. Провалился в Солигорске автомобиль грузовой. В Солигорске пострадает асфальт и нервная система водителя больше груза с цистерной. Машина вдруг резко уйдет под землю. По словам местных жителей, накануне в городе прошел сильный дождь и дорогу могло подмыть. Для подъема грузовика из ямы пришлось подогнать автокран. Дорожные службы уже приступили к ликвидации последствий. Опасная зона временно огорожена. И серия столичных аварий. На неделе маршрутка протаранит сразу пять припаркованных машин. 49-летний водитель не справился с управлением. Владельцев Киа, Хенде, Рено и Фольксвагена от удара отлетевшего в Пежо ждал не самый приятный сюрприз по возвращению к своим автомобилям. В результате ДТП четыре пассажирки маршрутного такси получили травмы и были доставлены в больницу. 2,6 промилле алкоголя станут причиной следующего. Автоинцидента. 49-летний водитель за рулем Пежо решил, что дороги ему мало и прокатился по лестнице. Конечной точкой маршрута выберет дерево. Отделался легким испугом, похмельем и штрафом с лишением. Главное, жив. И в противостоянии автомобиль-трамвай главный приз достается нарушителю. 56-летний водитель за рулем Рено при выезде со двора не уступил дорогу трамваю. От удара француза выбросит за пределы проезжей части. К счастью, в этом ДТП тоже никто не пострадал. Госавтоинспекция снова и снова напоминает. Строгое соблюдение правил дорожного движения. Залог не только вашей безопасности. Сколько веревочки не виться. Могилевский перевозчик такси за год выплатил своим работникам зарплату в конвертах на сумму свыше 300 тысяч рублей. И это не только недополученные соцвыплаты сотрудникам. Больничные, отпускные, пенсионные. Это еще и минус выплаты в бюджет. Порядка 41 тысячи рублей. Но только ли этот горе-предприниматель попал в поле зрения налоговой инспекции? И получилось ли у него заработать на большой карман? Пассажирские и грузовые перевозки, общепиты, розничная торговля, сферы, где есть оборот налички, сферы в зоне риска теневых доходов. Нет кассового аппарата и чеков. Если совести тоже нет, вот он, отличный плацдарм для незаконной наживы. Такими же аргументами руководствовался и один из могилевских перевозчиков. Больше года нанятые им водители такси получали зарплату в конвертах, что показала в итоге камеральная проверка налоговой. Было установлено, что организацией, принятой от пассажиров наличная выручка в размере 312 тысяч рублей, осталось в распоряжении работников. Из таких доходов подоходный налог исчислен и уплачен не был. Камеральная проверка, то есть проверка соблюдения законодательства в отношении предпринимателей – мера крайне лояльная. Это дистанционный мониторинг прибыли фирм или компаний. Заметив недочеты, налоговики отправляют уведомление нарушителю. Мол, есть проблема, исправьтесь. И это не только работа над финансовыми ошибками, но и возможность избежать наказания. В адрес организации было направлено уведомление с предложением добровольно исполнить налоговые обязательства. И организация на уведомление представила уточненные декларации и из сумм заработной платы в конверте исчислила подоходный налог, сумма которого составила 41 тысячу рублей. Серый доход – зона ответственности не только руководителя. Соглашаясь на зарплату в конверте, наемный работник должен понимать последствия и ответственность. Для несогласных же двери профсоюзов открыты всегда. На самом деле выплата в конвертах, она только кажется, что это выгодно обеим сторонам. На самом деле это не выплаты больничных, это не выплаты отпускных. Ну и мы уже не будем говорить о том, что, к сожалению, это и не учтенные деньги, которые потом придется доказывать только через суд, когда придет время уходить на пенсию. Все хотят, видно, где-то больше парки заработать, поэтому и отчисления никаких не производят. Понятно то, что влияет на многие сферы, да? Да ну каждый как может сейчас и живет, ну фиг его знает как. Да в принципе нормально как. Ну каждый же думает, как работать, правильно? Можно же идти на завод, а можно получать эту конверсию в кого-то. Шумиха среди местных таксистов уже улеглась, но профессиональный лагерь все равно разделился на тех, кто за честный заработок и тех, кто за побольше урвать. Только в Могилевской области с начала этого года налоговая инспекция выявила минимум полтысячи субъектов хозяйствования с серым доходом. После законных уведомлений нарушители выплатили в бюджет 4 миллиона рублей подоходного налога. Ловкость рук и статья за мошенничество. Нет-нет, да и всплывают в разных регионах Беларуси аферистки с липкими пальцами. Они забалтывают продавцов, нагоняя суеты. Просят показать один товар другой, третий. Вроде бы покупают, потом вдруг возвращают его, машут перед лицом деньгами, снова просят показать им потенциальную покупку. Собственно делают все для того, чтобы усыпить бдительность кассира. Итог, и товар у них на руках, и его стоимость, и сдача в придачу. Две уверенные в себе и своих махинациях женщины развели очередного кассира друг за дружкой. Орша – магазин одежды. Первая мошенница пытается расплатиться за шарфик. В руках 50-рублевая купюра и по-честному раскрытый кошелек. Мол, вот она я. Все душа на распашку. Но стоило только продавцу отвернуться к монитору, купюра тут же исчезает в ловких руках мошенницы. Продавец, подсознательно подозревая подвох, пытается свести чек, номинал и сдачу. Но покупательница продолжает доверительно показывать кошелек. Пуст, а значит, деньги в кассе. Все это время плечом к плечу с аналогичным шарфиком в руках стоит еще одна покупательница. Это тоже мошенница. Она ждет свою очередь для развода. Вы спросите, как? Точно так же. 50-рублевая купюра, раскрытый кошелек, поиск мелочи, чтобы кассиру удобнее было отчитать сдачу. Внимание на пальцы! Доли секунды отработанным движением деньги исчезают в руках. Дальше дело убедительной техники. Кошелек пуст, вот мелочь. Или верните мне 50 рублей, или отдайте сдачу. Такой вот криминальный фокус. На двоих примерно за две минуты они заработали порядка 90 рублей. Только в одном магазине. А в скольких они побывали по пути? Урок всем работникам торговли. И особое внимание к каждому клиенту. И на неделе 5 октября одно из самых важных подразделений МВД, уголовный розыск, отметил день рождения. 104 года в профессии. 104 года с честью и достоинством. 104 года без лишней киношной романтики и громкой шумихи. Одно преступление раскрывается за одним. За годы их профессиональной службы преступность в Беларуси уменьшилась на 70%. Результат внушительный, но не конечный. Потому что там, где есть преступления, всегда на страже будут стоять опера. Годы поисков, недели допросов и бессонных ночей. Планомерно выстраивая личный диалог с каждым задержанным. Убийства, угоны, хищения, кражи. Чем живет Угро? Есть ли секреты у этой профессии? Какие мифы давно пора развенчать? И есть ли страх у солдатов о пирской удаче? Цикл специальных репортажей «Тайны профессий» расскажет. Все материалы в свободном доступе на нашем YouTube-канале. Вместе с выпусками программ. И это все на сегодня. Команда «Тревожные кнопки» присоединяется к поздравлениям сотрудников уголовного розыска с профессиональным праздником. Криминальную хронику продолжаем рассказывать в нашем телеграм-канале. Эфирные обзоры утром по вторникам и четвергам. И итоги подводим по пятницам на ОНТ. Оставайтесь зрителями, а не участниками нашей программы. Будьте бдительны и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok